здравствуйте друзья доброе утро интересная годовщина наметилась малоизвестное событие особенно в наше время и особенно там скажем в россии там где но мне напомнила об этом деле статья которую я прочитал в дойче вэллы немецкая волна но есть веб-сайт я люблю посматривать как европейские новости обычно там подгребают и вот поскольку в германии как бы серьезный комплекс присутствует сознание в связи с холокостом и они до сих пор копаются и разбираются и пытаются осмыслить и так далее и вот события которые к этому прямо или косвенно относятся там вызывают внимание какой-то привлекают внимание и вот там я вдруг вспомню напомнили шестьдесят восьмой год 50 лет прошло правда и вот сейчас 50-летняя годовщина многих дел которые имели место в 68 году а год был очень очень непростой я напомню это был тот год когда войска стран восточного блока вошли в чехословакию советские в первую очередь но не только советские и немецкие и там и польские венгерские когда это было время когда очень сильное было левое движение во франции там чуть ли не коммунисты там к власти приходили я утрирую но было очень много всего такого короче мир был в таком большом напряжении и вот польша польша а речь пойдет о польше 68 год польша ну как бы конечно она была изнасилована советской системой которая значит вооруженным путем до поставила там свою власть и и вот как то так коммунистический режим во время войны в польше погибло 6 миллионов евреев это ну как бы сказать практически все и погибли вся территория страны была захвачена немцами кроме той части что была захвачена советским союзом но и часть из них вернулась кстати часть из них вернулась потом после окончания войны была возможность вернуться кое-кто вернулся то что советский союз захватил вот эту часть польши спасло жизнь какому-то количеству евреев которых советская власть отправила в сибирь или куда-то там на выселке по буржуазности так сказать их рода занятий то есть как бы так сложилось короче к 68 году а это всего 20 лет после того как война закончилась на 23 и вы можете сказать 23 года это для вас как вот наполеоновские времена а для меня 23 года я помню 68 будет отлично когда не 23 это это 50 лет назад я тоже помню я был мне было 10 лет но я интересовался до слушал там голоса всяких 12 лет и вот был тогда такой генеральный секретарь цк компартии польши она не звался компарте как-то еще называлась я боюсь соврать а может быть и компорт вот главный короче гамулка его фамилия было вот это гамулка поднял снова волну вот эту антисемитскую при том что на самом деле там евреев то было на всю польшу может там 25 30 тысяч живых осталось события были такие в марте вот 50 лет назад в марте были студенческие выступления молодежь я не знаю были ли там среди организаторов этих выступлений евреи сколько там было этих евреев и так далее но как бы линия была такая евреи мутят воду евреи было сказано открытым текстом враги народа то есть враги народа было сказано прямо это не было враги польши там и так далее при том что в общем то как бы евреев толком не было но вот как бы так сказать католическое прошлое вот это вот врожденный антисемитизм там христа убили там еще что-то вот короче на съезде партии там пленом что там туда было значит они там скандировали они кричали хором они кричали сианистов на сион изгнать из страны 20 тысяч человек сколько там было может 25 или там не знаю 20 тысяч человек вышвырнули из страны вышвырнули не то что вот депортировали знаете там вынудили уехать слава богу была возможность уехать это большое большое дело и советского совета бы многие уехали если бы была возможность но данном случае была возможность они поувольняли их с работы не брали на другую работу абсолютно выключили там из всех областей жизни травили но это но это было все это было по телевидению это было в прессе это было сказано что враги народа и очень многие люди сами понимаете вот когда есть ну скажем довоенное население там скажем еврейская 6 миллионов есть очень-очень много людей которые давным-давно ассимилировали в том смысле что у них родной язык польский они выросли в польской культуре на меня посмотрите я не вырос польши я вырос москве и собственно что ну и вот у меня родной язык русский я вырос в русской культуре я как бы так ну да а в паспорте был написан еврей до свидетельства рождения в паспорте но а чего я вот и мы же не поехали в израиль да потому что вот мы именно такие мы думаем ну какая-то страна нужна где можно просто жить вот мы приехали в америку и вот к чему рассказу были люди но они как где-то там числились евреями я не знаю они где-то жили где-то работали их погоняли с работы их никуда не брали их открыто травили и ну вот они сколько и там было они уехали то есть очередной раз надо было проблемы коммунистической партии свалить на кого-то ну вот свалили на эти после началась очень интересная ситуация начала складываться очень интересная ситуация я как раз через пять лет после этого поступил в институт это было институт связи в москве и там были студенты из разных стран так сказать соцлагеря но в частности поляков было заметно там сколько-то вот у нас на на курсе из 300 человек вот на нашем факультете поляков был чек на на 7 или 8 не не безумно много но они были они по неплохому уровню снабжались то есть у них была стипендия 120 рублей это больше чем вы скажем я получал первый год когда закончил институт они жили в общежитии они питались там в общежитии они как там каждые каникулы ну считай там три раза в год они ездили в польшу привозили мешками какое-то барахло и спекулировали здесь то есть вот такие интересный образ жизни хорошие ребята ки веселый и к чему рассказываю что и вот я так как бы с 73 года по 78 пока я там закончил я вот общался с ними интересно значит в польше поменялась власть пришел ну не 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 принципиально поменялось но как бы в пределах коммунистической и партии как они там называлась она социалистическая там какая-то единая рабочая не помню честно не не помню и был на другой человек его фамилия была герик по-моему его звали эдвард герик и первый герик точно первое имя не просто имя не помню вот этот герик он повел новую политику очистившись наконец от евреев то есть можно зажить уже еще польская не сгинела и они начали одалживать деньги на западе брать взаймы и долги так по тем временам ребята 50 лет назад долги превышали там хорошо миллиард долларов а может быть больше я тоже цифры не помню за давностью лет но короче они набрали денег и просто жили на эти деньги то есть они их тратили они страна была полна импортом всего было полно население было довольно то есть наконец-то вот смотри как зажили без евреев но дальше надо было как-то выплачивать обратно и тут начались проблемы и это было тот самый момент когда когда возникла солидарность если вы знаете что это такое такое профсоюзное объединение не коммунистическая как бы антикоммунистическая солидарность не только к профсоюзной власти рвалась но и к политической кончилось это всем введением военные диктатуры генерал и марш маршал генерал там кто них там был ярузельский значит назначен военным диктатором он был министром обороны в польше коммунистической слава богу обошлось без введения иностранных оккупационных войск как это было в венгрии как это было в чехословакии ярузельский введением вот этой военной диктатуры спас польшу от военной интервенции вот как он герой я не знаю не герой кто в общем такая вот история была и есть такая интересная закономерность что страна которая идет по пути большой беды начинает эту большую беду с атаки на евреев то есть как бы симптомы да сначала вот появляется какая-то болезнь и вместо того чтобы заниматься болезнью начинают заниматься какими-то симптомами и говорят а вот они там это не важно не взять на евреи могут быть это могут быть там таджики или чеченцы или там какого еще назначат симптомом вот собственной болезни как бы вот мы сейчас вылечим эту болезнь но во всяком случае евреи всегда были исторически очень удобным объектом это было в германии да это было вот вот мы видели это в польше когда они начали вот эту вот всю компанию и а дальше допрыгались до еще больших проблем и еще больше кто же вместо чтобы заниматься экономикой страной там или чем-то они занимались свалением вины на кого-то еще и вот германия допрыгалась и и польша допрыгалась и многие другие страны до того которые шли этим путем в общем допрыгивались не потому что евреи конкретно евреи чем-то евреи что без них никуда но потому что когда ты начинаешь искать виноватых и побеждать так сказать тех кто вообще ни в чем не виноват тогда конечно вот понятно в какой вектор движения идет и дело даже не в том еще раз что это евреи а дело в том что когда начинают искать виноватых это верный признак того что будет хуже да я не хочу проводить параллели прямо вот сегодняшним днем потому что те у кого мозги есть они сами проведут те у кого нет как бы им и не надо но во всяком случае параллели все время возникают и и движутся и так далее премьер-министр или кто-то вон президент польши я честно говорит об ней не очень часто знают сегодняшних руководителей выступил по этому поводу об этом пишет дойче бэлла он выступил как бы со словами как бы извинений и сожалений и как бы типа как бы стыдно но он говорит но это же не было польша говорит он это же была какая-то советская там оккупированная провинция это же москва все это же коммунисты говорит о польша сорок там пятого по когда там у них все развалился блок восточный вообще не существовал это же не было больше водка мы-то мы-то говорит он вы же не виноват они вот ну да вот действительно это же все из москвы пришло говорят они принимая параллельно закон о том что если кто-то скажет что там поляки участвовали там геноциде евреев то это вообще как бы теперь статья за это то есть не участвует вот не было и и тогда тоже не было так вот кто-то там вот кто-то там абстрактный коммунисты коммунисты наверное не были полякам население не поддержала коммунист а население она же что она смотрит телевизор она же не виновата ну вот и мозги запачкали сначала там ксензы и в объясняли что кто иисуса убил потом значит и вот коммунисты объясняли они что они просто как бы ну не хочется слов никаких так ну короче ни в чем не виновата не поэтому такая интересная дата вот 50 лет 50 лет с момента студенческих выступлений 50 лет с момента того как была вот такая удивительнейшая компания в ссср а я помню что писала об этом советская пресса она стеснялась вы знаете что москва не 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 заставляла их избавляться от евреев это бред полный москва при всем при том что она как бы евреям не давала забыть что они не до не у себя дома и так далее она тем не менее вот до такого не доходило и и безусловно никого не заставляла это делать туда же вопросов нет вот то есть москва заслала им коммунистов а уж как там эти коммунисты москва стеснялась этого ей было стыдно она замалчивала мы узнавали об этом из сообщений иностранных голосов в советской прессе не было ни слова о том что в польше вот евреев там куда-то выселяют и изгоняют с рабочих мест называют врагами народа и так далее нигде не в правде не в известиях не в каких центральных газетах об этом не писали в программе время об этом не рассказывали это была постыдная страница даже по стандарту советской системы тех лет бессовестный лживый мерзопакостный но даже даже для них это было чересчур даже для них когда академика сахарова хотели исключить из академии это известная история ну то есть коммунисты до пришли год вот надо бы что такое нехороший человек систем не уважает надо бы его исключить и там было заседание на котором могли бы исключить тоже но и там говорят а были прецеденты когда кого-то из академии исключали да говорят были это какие инштейна исключили за то что евреи из немецкой академии наук сняли с него искать звание академика и коммунисты не 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 такие вот какие-то московские коммунисты кремлевские сказали да что-то нехорошая нехороший прецедент не не пойдем этим путем сахару оставили академиком его не тронули не хотелось быть похожими вот на этих вот неудобно поэтому к вопросу о москве о кремле и о том что кремль польских коммунистов заставил значит взять там 20 тысяч поляков еврейского происхождения которые 20 лет назад пережили геноцид в котором погибло практически все из 6 миллионного населения ну то есть вообще и так москве было стыдно в этом участвовать пойти она это она этого не делала конечно а сегодня им не стыдно говорит что это была москва и они вообще ни при чем такая вот интересная история просто чтобы вы знали что такое было счастливо